Инициатива создания Ассоциации курортных городов принадлежит главе Сочи Анатолию Пахомову. Именно мэр Олимпийской столицы предложил главам других курортных городов Краснодарского края и Крыма объединиться. Цель – развитие внутреннего туризма. Накануне в городской администрации состоялось первое учредительное собрание новой некоммерческой организации. Одним из направлений работы которой, отметил Пахомов, станет создание единого турпродукта для путешественников. Они смогут за одну поездку посетить сразу несколько регионов и городов страны. У каждого есть свой опыт и в Крыму, и в Сочи, и в Анапе, и в Геленджике. И мы его будем изучать и через наш исполнительный орган реализовывать. Ну и, конечно, мы должны вырабатывать свои проекты законов, которые через депутатов продвигать. Потому что внутренний туризм, он еще достаточно молод, и, естественно, в нем очень много недостатков. Инициативу сочинского мэра «Объединиться» поддержали главы Геленджика, Анапы, Феодосии, Алушты, Ейска, Туапсе, Судака, Ялты, Приморско-Ахтарска и других курортных городов. Сегодня мы подпишем тот документ, который действительно является для нас всех парочками в участках для всех курортных городов. Потому что проблем очень много, действительно. Вы лидеры, Анапа тоже лидер. Мы подходим только к законодательству Российской Федерации уже в полном объеме. И у нас очень много есть вопросов, которые мы совместно решили. Один из них – это морские перевозки и восстановление круизной линии между курортными городами. Сочи, да и вообще Черноморское побережье в 90-е утратило этот вид туризма. Чего не скажешь о Крыме. На базе Феодосии уже создана автономная непримечательская организация. Морская транспортная дирекция. У нас удобное расположение Феодосии. Еще раз хочу напомнить. И рядом с заводом море, который готов изготавливать любые суда. Круизная линия и морское сообщение должны связать города Черноморского и Азовского побережья. А для этого необходима совместная работа глав курортных городов и бизнеса. Кроме того, ассоциация поможет привлечь и иностранных туристов, для которых также будут разработаны пакетные предложения не просто с пляжным отдыхом, а экскурсионным. Сегодня к созданной ассоциации уже присоединились больше десятка городов Кубани и Крыма. О своем желании вступить в организацию уже думают и власти Ставрополя – Кавказские минеральные воды.